Согласно оперативной сводке ОГИБДД, за период с 9 по 14 декабря на территории Балашихинского района произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6 человек. В результате наезда в Реутове на улице Победы погиб пешеход. И тем не менее, аварийная ситуация на дорогах сохраняется, и подчас виноваты в этом вовсе не водители. Примерно полторы недели назад, по словам автомобилистов, по еще невыясненной причине, откуда-то стала вытекать вода на проезжую часть напротив храма Казанской Божьей Матери. Нормальная дорога тут же превратилась в трассу, преодолеть которую без потерь сможет разве что участник гонок на выживание. Водители говорят, что особенно страшно ездить в часы пик, когда при закрытом переезде скапливается большое количество машин. Дорога очень узкая, с трудом проезжают две машины. По обеим сторонам ограничены кюветами. Объехать застрявший автомобиль сложно. Это может привести к столкновению, а ледяные надолбы запросто могут повредить машину. Так, тут хорошая дорога была. Как вы считаете, почему причина? Не знаю, где, наверное, водопровод может прорвало. Это же машина ломается, и вообще трудно, проезд трудный, затрудненный. Чем грозит такая дорога вашей машине? На ремонт, в сервис обратно ехать. А что больше еще? Здесь на глазах всем видно. ДТП, аварии? Обязательно будет. А если дорогу не знаешь, обязательно, кто-нибудь в задницу верит. Наверное, немцы поэтому и проиграли войну, потому что у нас такие дороги. Для выяснения причин сложившейся ситуации мы обратились к начальнику железнодорожной станции Тамаре Комардиной. По ее словам, в настоящее время тщательным поиском места прорыва трубы занимается Люблинская станция гражданских сооружений, которая обеспечивает станцию Реутова водой и теплом. Что же касается самой дороги, то по этому вопросу мы обратились к начальнику ДРСУ Владимиру Саакову. Вот как он прокомментировал сложившуюся ситуацию. Я ничего не могу там делать, поскольку авария не устранена. Вода все продолжает течь. Понимаете как? Да. Я посыпаю песком только все, что я могу делать. Пока они не устранят эту аварию, делать там ничего нельзя. А вот что думают по этому поводу сотрудники ОГИБДД. В первую очередь они сопутствуют совершению ДТП, что для нас является первоочередной причиной и к чему мы так с этим боремся. Городские службы, а именно ДТП города Реутов, о наледи на улице Октября у Бултрана и на юбилейном проспекте Бултарбанково были проинформированы 17 декабря. Если они не выполняют наше предписание, молодых составляем административные протоколы за год до 12.34 кодекса об области информационных правонарушениях. Одним словом, пока Люблинская дистанция гражданских сооружений обнаружит место утечки, водоканал проведет ремонтные работы, ДРСУ очистит дорогу от ледяных наростов, наш город может вырастить кадры, достойные принять участие в самых престижных соревнованиях типа Формулы-1 или гонок на выживание. Как встретить козу, символ года наступающего, чтобы она не обиделась, а весь 2003 год была вашим союзником? Советы от Стеллы Марченковой. И все-таки наступающий Новый год, год водяной козы, любит людей добрых, умеющих прощать чужие ошибки, а поэтому встречать его нужно с настроением хороших, компаний, любимых и друзей. Наступающий 2003 год. Согласно Восточному гороскопу, год черной водяной козы. И хотя нам трудно представить это грациозное, пушисто-лохматое животное в воде, тем не менее бывает и так. А поэтому следует подготовиться и встретить козу водяную так, как полагается. То есть, дней так за несколько беремся за уборку своей квартиры. При этом помним, что буквально на каждом шагу должны присутствовать любимые козой вода, цветы, можно комнатные и, конечно же, зелень. Предлагаем поставить в вазочке все возможные ее варианты – укропчик, петрушечку, кинзу и просто зеленую травку. После этого беремся за освещение. Так как коза, хоть и водяная, привыкла к освещению, устроим ей особенное – запасемся свечами. Нужно их, согласно гороскопу, 5 или 11, а цвет должен быть золотой, желтый, фиолетовый или оранжевый. Настолько же экзотичный, насколько и сама водяная коза. Просматриваем свой запас посуды. Отбираем деревянную и белую. К корыцам из дерева любая коза уже привыкла, а уж белая – ее прихоть. Ну и, наконец, то, что должно в этой посуде присутствовать. Представьте себе, не какой-нибудь комбикорм типа рябушки или борьки, а персик, апельсин или авокадо. Желательно прямо с дерева. Вот такая она и сбалована наша черная водяная козочка. И все же, как ни крути, любимым блюдом остается капустка. А поэтому в центр стола водрузите качан. Да побольше. Может, за общипыванием качанчика коза про все забудет, и фрукты достанутся вам. Итак, плавно переходим к себе. Чтобы коза обратила на нас внимание и полюбила, Наряд, в котором мы будем ее встречать, должен соответствовать цвету года. А этот – цвет ночного неба, ультрамарин, черный, синий или рыжий. И еще – водяная коза почему-то любит все блестящее. А поэтому оживите свой наряд серебряной или золотой ниточкой. Но не забывайте, не все то золото, что блестит. Повесьте рядышком нитку шерстяную или оденьте шерстяные носки. Кстати, в них дома Новый год встречать гораздо удобнее, чем в обуви на шпилечках. Итак, мы готовы к встрече козы черной и водяной.